Скидка на лицо биометрика в аэропортах сделает билеты дешевле. Системы распознавания лиц в аэропортах неизбежны, и уже работают, но они позволят снизить стоимость билетов. Газбанкам не стоит пытаться заниматься региональными авиаперевозками. А от присвоения российским аэропортам имена одна польза. Об этом и многом другом ведущая новостей Мецизвестия Елена Лихоманова и редактор отдела бизнеса газеты «Известия» Ирина Цырулева побеседовали с председателем Совета директоров корпорации «Айон» Романом Троценко на ПМЭ в 2019. Автор цитаты. В корпорацию «Ион» входит более 30 предприятий. Среди них «Новапорт», управление аэропортами «Ион Девелопмент», «Московская недвижимость», в том числе комплекс «Башня Федерация» и «Заводь Знамя», подрядчик корпорации «Боинг». Роман Викторович, среди ваших активов есть и аэропортовые. Как вы относитесь к тому, что сейчас присвоили очень многим аэропортам в нашей стране имена известных людей? Во что это вылилось для бюджета? И вообще для чего это нам нужно? Большое количество аэропортов находится сейчас в стадии реконструкции, ремонта, часть строится заново. И интегрировать новые наименования на этом этапе очень легко. Это не приводит к дополнительным затратам. Вижу насквозь, почему спрятаться от умных камер невозможно. И чем оснащение городов видеокамерами, распознающими лица, напоминает гонку вооружений. Плюсом всей этой инициативы является то, что для очень многих пассажиров, а это миллионы людей, эти имена становятся непустым звуком. Граждане начинают интересоваться, читают, кто этот персонаж, какое он влияние имел на развитие региона или авиации, и соотносит с ним свою жизнь. У старшего поколения немножко больше культурных кодов. Были одни и те же учебники, по которым все учились, и все помнят, на какой странице была фотография и статья про покрыш кино. Поскольку современный стандарт образования, он более, скажем так, широкий, очень многие молодые люди не представляют, кто есть кто. Поэтому это хорошая инициатива, которая позволит нам лучше знать свою страну и своих героев. Но все-таки в масштабах страны много аэропортов переименовывают, это определенные финансовые затраты. А не было ли смысла вложить эти деньги в сервисы для пассажиров? Не образование, а чтобы была практичность. Ответственные аэропорты и так занимаются тем, что улучшают жизнь пассажиров. Аэропортный бизнес сложный в том плане, что вы никогда не можете остановиться. Вы построили новый терминал и мечтали, что у вас будет 2 миллиона человек. И вот вы дождались, в конце концов это наступило, 2 миллиона человек. Но в это мгновение вам нужен уже новый терминал, потому что в противном случае сервис будет предоставляться не на том уровне, как вы хотите. Кандидат на вылет, как Москва стала крупнейшим авиаузлом страны. Шереметьево отобрали у военных благодаря капризу Хрущева. Сегодня ваша сеть аэропортов одна из крупнейших в России. Планируете ли вы какие-то еще покупки в этой отрасли? Мы видим, что сейчас закончился процесс передачи аэропортов из имущества Российской Федерации субъектам. И это значит, что сейчас будет достаточно большой, активный период, когда субъекты будут определяться, что они будут с аэропортом делать, находить инвесторов. И мы ожидаем, что в ближайшее время будет целый ряд конкурсов, выбор инвестиционной стратегии аэропорта. Мы будем принимать участие там, где мы считаем для нас это интересным. Мы видим нашу специализацию как средние аэропорты, которые можно разлетать в дальнейшем и увеличить объем пассажиров. Условно говоря, нам интересен аэропорт, где летает миллион человек. Какие инвестиции вы планируете в этот ваш сегмент в этом и следующем году? На этот год общий объем подписанных инвестиций у нас 62 миллиарда рублей. Следующий год, мы ожидаем, прирост будет в районе 85 миллиардов. То есть у нас каждый горд объем капитальных вложений большой, и он прирастает год от года. Роман, последняя трагедия в Шереметьево вызвала очень много вопросов. И были у некоторых вопросы к службам аэропорта, насколько они оперативно среагировали, правильно-неправильно. На фоне этой трагедии есть ли какие-то, на ваш взгляд, предпосылки, чтобы изменить регламент работы служб аэропорта? Вы знаете, из тех материалов, которые я видел, я могу сказать, что все службы Шереметьево сработали безупречно. Мы смотрим на будущее программы. ССЧА 100 с оптимизмом. Глава Минпромторга Денис Мантуров о перспективах суперджетов, импортозамещении и значении ПМЭФ. Как вы относитесь к внедрению систем биометрики, распознавания лиц в аэропортах? Добавит ли это безопасности? Как люди вообще к этому относятся, эту инициативу воспринимают? Мы относимся к этому положительно. Мы ввели новую форму досмотра багажа с применением технологии отраженного рассеянного рентгеновского излучения, и мы видели, как стремительно уменьшилось количество нарушений и попыток провоза незаконных предметов в наших аэропортах. И, как результат, мы видим, что не было ни одного чрезвычайного происшествия в наших аэропортах. Мы считаем, что следующий этап это переход к биометрике лиц. Сейчас есть несколько стандартов, причем российские стандарты по дистанционной биометрике одни из лучших в мире. Мы ожидаем, что в ближайшие, наверное, два года произойдет законодательное утверждение, и биометрика в аэропортах будет одной из нефакультативных, как сегодня, форм распознавания в аэропорту, хотя многие считают, что вот проходит эпоха какой-то частной жизни. Мы слышим такую критику. Вмешательство в частную жизнь вы имеете в виду? Да, вмешательство в частную жизнь. Ответ да, это так. За безопасность полетов и транспорта, за дешевизну услуг, за доступность авиационных билетов, за то, чтобы все вернулись домой живыми и здоровыми, приходится платить. И одна из форм этой платы потеря приватности. Портал в небо. Минтранс обсуждает продажу льготных билетов через госуслуги ведомства уже начала консультаций на эту тему с представителями авиаперевозчиков, насколько дешевле. В структуре операционных издержек аэропорта обычные расходы на безопасность составляют от 25 до 27%. Допустим, мы считаем, что можно будет сэкономить около 8% от стоимости обслуживания аэропорту. Это даст около 1% от стоимости авиационного билета. Это хорошие деньги. Мы находимся в Санкт-Петербурге, поэтому не можем не спросить про местный аэропорт Пулуково, к которому вы проявляли интерес. Вам он еще интересен? Нам еще интересно. Мы находимся в контакте с банком ВТБ, который осуществил этот инвестиционный проект. Мы видим, что коллеги абсолютно правильно сделали бизнес-план, рассчитали объем роста пассажиропотока на много лет вперед. Нам очень нравится Пулуково, и мы надеемся, что придем к взаимопониманию по стоимости в какое-то время. Развитие региональных перевозок достаточно острый вопрос, поставленный президентом. Как вы считаете, почему создание местного авиаперевозчика вызывает такие сложности? Ведь и Сбербанк, и ВТБ пытались это сделать. Данный проект, насколько мы понимаем, приостановлен. Планируете ли вы каким-то образом участвовать в этом процессе? Может быть, вам интересна эта сфера? Я начну с конца. Мы точно не будем принимать участие в создании местных перевозчиков или в их капитале, поскольку у нас возникает конфликт интересов. Мы компания, которая занимается развитием наземной инфраструктуры, то есть мы рады принять у себя в гостях всех перевозчиков. Это за лет авиакомпаниям пропишут пунктуальность Ментранс готовит новую методику учета задержек рейсов. Может ли правительство какого-то региона или Газбанк взять на себя такую рисковую форму бизнеса по созданию перевозчика? Я бы сказал, что это было бы необычным решением. Наверное, надо оставить это частному бизнесу. Мы видим Аэрофлот с очень хорошим сервисом, который достиг выдающихся показателей по точности вылетов. Мы видим С7, которая первая ввела систему динамического управления стоимостью билетов, имеет очень высокую загрузку и, по сути, маршрутной сеткой закрывает всю страну. Мы видим Победу как новый проект, который умудряется быть рентабельным в секторе лоукостера. Мы видим ЮТЕ, который переживает сейчас внутренние трансформации, но является точно одной из лучших вертолетных компаний мира. На этом рынке можно работать хорошо, но нужно найти талантливую команду, деньги, иметь какой-то план. Я бы Газбанком не советовал бы идти в него. А другой рынок? Рассматриваете ли вы малую авиацию как конкуренцию железнодорожной отрасли на небольших расстояниях? Нет, вы знаете, мне кажется, что авиация и железная дорога имеют каждая свою специфику. И эта специфика в том, что человек меряет расстояние не километрами, а временем, которое требуется на доставку его из точки А в точку Б. Если вы понимаете, что интеграль вместе с перемещением от аэропорта до центра города у вас занимает больше времени, то вы едете на поезде, потому что поезд приходит на центральный вокзал города. Пальцем в небо, граница в аэропортах станет электронной. Паспортный контроль можно будет пройти автоматически с помощью биометрических данных. А вы не планируете вкладываться в такие проекты? У нас есть собственный продукт, который мы выводим в этом году. Это компания, которая занимается организацией автобусного сообщения с подвозом пассажиров к аэропорту. Мы увидели там интересный алгоритм, интересную технологию. И мы их будем развивать. В основном в южной части России, Волгоград, Кавказские минеральные воды, Астрахань, Ставрополь. Химический бизнес. Вы претендуете на покупку татарстанского производителя азотных удобрений, аммоний. Может быть, какие-то еще активы в этой отрасли вам интересны? Знаете, нам нравится аммоний, поскольку он для нас комплиментарен. Часть сырья, которые они производят, мы можем перерабатывать у себя на Кемеровском азоте или на комбинате в Ангарске, который входит в наш холдинг. Собственно говоря, никаких других активов интересных, которые имело бы смысл покупать, нет. Потому что это либо старые активы, либо не очень эффективные. Мы сейчас ведем строительство нового большого проекта «Волгоград Полимер Комплекс Химических Заводов», по сути, создания нового газохимического кластера в Волгограде, продуктом которого будут в конечном счете сложные пластики. Поэтому мы будем больше сейчас сконцентрированы на новом строительстве, чем на приобретении готового. Продолжение следует...